Наверное, начну с того, что я родился в семье неверующей, и есть вообще в христианстве люди, которые родились уже в христианской семье, которые уже выросли в этой культуре, которые взращены в культуре Богопознания, в культуре Бога, в культуре постоянных молитв, церкви и прочее. Я родился в другой семье. Ну, понятно, мои родители были православные, они просто ходили в православную церковь, но они не были глубоко верующие, истинно верующие, у них не было отношений с Богом. В общем-то, я был очень сложным подростком, практически неуправляемым. Ну, не практически, я был неуправляемым подростком, я творил, что хотел. И у нас постоянно были конфликты с семьей, конфликты с матерью, и в такой, один из таких моментов мама уехала отдыхать в Белоруссию, и в Белоруссии она жила в номере с женщиной, которая была верующей христианкой, ну настоящей верующей, у нее были отношения с Богом, и она как бы вот в этом отчаянном состоянии, изливала ей сердце, и просто сказала то, что вот у нее проблемы с сыном, и та ее привела в церковь христианскую там, в Белоруссии, и они пришли вместе с этой женщиной в церковь, мама увидела там молодежь, там прославление, вот как бы тоже сцена, люди играют на барабанах, вот я играю на барабанах, и она это знала, и она просто помолилась, как бы это не была какая-то молитва там сильной женщины, это была просто молитва отчаявшейся матерью, которая уже, ну она не знает, что делать, и она помолилась и сказала, господи, я просто хочу, чтобы мой сын, мой Сережа, он был среди этой как бы молодежи, чтобы он был среди вот этих чистых людей, и чтобы он играл здесь музыку, Ну, потому что, знаете, эта атмосфера церковная, она, ну, когда ты, когда человек, который не из церкви, он попадает в эту атмосферу, ну, он, может, сам не понимает, что с ним происходит, но вот эта вот любовь, которая там царит, она как бы пропитывает его. И вот она помолилась такой вот молитвой. И потом прошло 13, наверное, даже чуть больше лет, и моя мама, она пришла сюда, в эту церковь, Бог меня спас. Ну, я сейчас расскажу это все. Бог спас меня, и мама пришла в церковь, вот в эту церковь, в которой мы сейчас снимаем эту передачу. И первое, ну, она долго не хотела идти в эту церковь, и первое, что она сделала, когда пришла в церковь, ну, то есть она встретила эту женщину. И, то есть, эта женщина ее увидела, это был такой, как бы, шок для мамы, для церкви, это было стопроцентное свидетельство о том, что Бог Он есть, по крайней мере, для моей матери. И это было такое, ну, как церкви называли, это был рождественский подарок для церкви. И, в общем, это такое сильное свидетельство, которое, ну, вот, было в нашей жизни. Мой путь богоискания, он начался, когда мне было, наверное, где-то 21-23 года. Я родился в Германии, в Германской Демократической Республике, и по национальности я украинец, и по папиной линии украинец, и по маминой линии украинец. Запорожский казак. И, в общем-то, всю жизнь я прожил в Санкт-Петербурге, потому что здесь я учился в колледже, мой папа здесь учился в колледже. Ну, в моей семье была такая привилегия учиться здесь, в Санкт-Петербурге. Вот. И я попал, ну, в разный, был в разных компаниях, и, в общем-то, начал заниматься неправильными вещами в жизни, и из-за этого попал определенный тупик жизни. Но во мне всегда, вы знаете, Бог, он на самом деле заложил в сердце каждого человека это вот стремление к поиску смысла жизни. Каждый человек, вот я сто процентов уверен и убежден в этом, что каждый человек, который живет, у него есть внутри, в сердце зов, и его Бог зовет к тому, чтобы выполнить то предназначение, и те задачи, то призвание, которым он признан, для чего он рожден в этот мир. И так или иначе, на разном этапе своей жизни человек это по-разному понимает, и, ну, в любом случае, этот зов есть. Вот у меня тоже был этот зов, и, оказавшись в тупике, я, как бы, я, ну, то есть, я молодой парень, мне 20, там, сколько, 23 года, и я, ну, в принципе, на тот момент уже картина мира у меня была сформирована, и я думал, ну, и что, что я теперь мне так вот проживаю всю свою жизнь? И, в общем-то, я начал как-то выбираться из того тупика, в котором я находился. В один из таких моментов я просто пришел в православный храм, я опустился на колени, я молился на колени, и я просто вот сформировал такую определенную молитву, я молился «Отче наш», потому что я с детства ее знаю, и потом я просил прощения у Бога, ну, как бы якобы у Бога, если вдруг он есть, я просил у него прощения за все свои, как бы, ошибки, которые я допускал в жизни, за все плохое, что я делал, и потом опять молился молитвой «Отче наш», и после этого я молился за всех своих близких, за всех друзей, за родных, за маму, за сестру, за всех родственников, и потом опять молился «Отче наш», в этот момент горела свечка, и я спокойно после этих молитв уходил, как бы, домой. И вот в один из таких молитв, просто стоя на коленях, очень сильно Господь коснулся моего сердца, он прям, ну, я прям почувствовал, что это Бог, что это что-то больше меня, что это что-то сильнее меня, гораздо, гораздо, ну, это очень глубокое было что-то, это коснулось меня, и я почувствовал просто любовь, которую я никогда не чувствовал, я почувствовал просто какую-то великую мощь, великую славу, которую я никогда не чувствовал, и я понял, что это Бог, и я начал плакать. Я просто, ну, я никогда не плакал, ну, может быть, в детстве только, и взрослый парень, я просто начал плакать, как ребенок, у меня из глаз полили слезы, и я вышел, как бы, освобожденный, я вышел прощенный, это потрясающее чувство, когда тебя кто-то простил, когда тебя простил сам Бог, оттуда из православной церкви я вышел прощенным человеком, и тоже, вот, многие люди говорят, что там православное христианство, там протестанты, католики, на самом деле я вот служу и хожу в протестантскую церковь, а покаялся я первый раз в жизни встретил Бога в православной церкви, поэтому я хочу просто сказать, что, друзья, вообще не имеет никакого значения, какая церковь православная, католическая или протестантская, имеет только, имеет значение только личное отношение с Иисусом Христом, вот по-настоящему, когда ты встречаешь Бога, только это имеет значение. Далее у меня был около четырех лет, наверное, путь такой напряженный богоискания, и вот в течение этих четырех лет я как-то я и Библию читал, и молился, но, в общем, я не мог решиться, чтобы связать полностью свою жизнь с Богом, это был такой довольно-таки напряженный путь, и в конце этих четырех лет я отошел от Бога, я решил все-таки не связываться с ней с Богом, ну, если говорить такими церковными словами, я как бы упал, да, и я решил все-таки вернуться обратно, то есть, ну, как-то даже я перестал читать Библию, перестал молиться, ну, опять, ну, и в итоге это привело меня, как бы, в очередной тупик, и в этот момент, как бы, в моей жизни была одна из всего лишь девушка, которая живет в Украине, она, я ей позвонил, сказал, слушай, что делать, я нахожусь в такой ситуации тупиковой, я вообще не знаю, как бы, как мне дальше поступать, и она просто вытащила меня, слава Богу за таких людей, за то, что просто, за то, что они, ну, не бросают, она видела мои проблемы, она просто взяла меня вот так за шкирку и потащила, там, она помогла мне организовать, там, вопросы какие-то, она, ну, как бы, как мне сейчас об этом, наверное, уже смешно говорить, но она мне помогла сделать загранпаспорт, она мне помогла организовать мою поездку в Украину, то есть, она прямо вот, как, знаете, как мать Тереза контролировала это все, это я такой ходил там, ну, и, в общем-то, я приехал на фестиваль, это был большой христианский фестиваль, который проходил под Киевом, Малинфест называется, и я туда приехал, и она меня как раз, она договорилась с церковью, церковь называется Скиния, эта церковь находится в Украине, в Киеве, это очень крутая церковь, правильная церковь, и я туда приехал, и я увидел, я увидел братьев, это был, ну, вот, представляете, костер, вокруг костра сидят братья, они разговаривают на духовной теме, и, честно, я почувствовал себя таким слабым, я увидел просто братство, я увидел, что христианство может быть таким, я увидел просто, это меня так вдохновило, и я подумал то, что вот это да, вот это круто, вот это, я хочу такое христианство, я хочу быть в таком обществе, я хочу быть среди таких людей, я почувствовал себя очень слабым, когда люди просто разговаривали, там сидел из этой церкви парень, ему было, по-моему, 17 лет, я слушал его, слушал, как он молился, и думал, господи, откуда у него это, откуда у него такая сила, и, ну, и мое отношение к христианству изменилось, когда я увидел братство, когда я увидел вот это вот единство духовное, мое отношение изменилось, и был третий день, там было очень много людей, везде костры, разные церкви, и Дух Святой очень сильно, ну, тогда я не понимал, что это Дух Святой, сейчас я это могу сказать, что Дух Святой тогда очень сильно говорил ко мне, я прям сидел, слушал проповеди, и я просто плакал, потому что Дух Святой касался меня, я слушал прославления, огромные хоры по 40-50 человек, такие масштабы, я вообще никогда в жизни таких масштабов не видел, и это было очень классно, и был третий день, я удивлялся, почему здесь нигде не продают алкоголь, почему здесь никаких драт нет, никто матом не ругает, все такие ходят, я думаю, что это такое, господь, и, в общем, ой, господь, ну, понятное дело, тогда я просто ходил, я даже не мог понять ничего, и, в общем-то, на третий день там проповедовал один проповедник, и он призывал к покаянию всех людей, и я понял, что это тот момент, когда у меня единственный шанс сейчас есть, чтобы изменить свою жизнь, я даже особо не помню, чтобы я что-то решал, не решал, я просто вышел туда, со мной еще там человек-стория, вышли вместе, и играла прославление, играла песня прославления, и я просто стоял и молился, и я просил Бога прощения, я сказал, господь, я хочу просто, что ты сейчас изменил мою жизнь, да, если честно, даже смутно помню, я просто помню, что я молился, я помню, что прославление играло, и все это прославление, я стоял, молился, 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 и вроде бы все формально я выполнил, я сказал молитву покаяния, там все, как бы просил прощения, и как бы, ну, иди, и все, но я чувствовал, что сердце у меня, как бы, камень не падает, что я, ну, не свободен, что что-то еще не до конца, и я просто тогда, я понимаю мозгами, что прославление заканчивается, что, ну, что вот уже концовка, я просто как маленький ребенок поднял руки в воздух и начал просто просить у папочки прощения, я сказал, Господь, пожалуйста, прости, 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 и в этот момент просто меня накрыло, Дух Святой сошел на меня, и я просто оказался в таком тумане, все стало вокруг рельефно, ничего не видно, и камень от сердца отпал, у меня слезы просто метровые из глаз полетели от этого присутствия Божьего, от этой любви Божьей, от этой просто славы, которая там была, и уже прославление закончилось, я стоял, ко мне люди подходили и просто поздравляли меня с чем-то, а я не понимал, что происходит, ну, и, собственно, так вот, так вот я и пришел к Богу. Я хожу, святое, святое, через кровь святую твою, Драгоценные друзья, на самом деле Бога встретить очень просто, Он всегда рядом с нами, и все, что для этого нужно, это нужно просто искренне открыть свое сердце для Него, когда вы будете в своей тайной комнате, где никого не будет рядом, где вы будете только один, где не нужно будет, где можно будет снять с себя одежды, которую мы одеваем, когда выходим в общество, просто придите к Богу искренне, помолитесь молитвой покаяния, попросите прощения за какие-то свои ошибки, или просто скажите, Господь, я хочу, чтобы ты открылся мне, и Он обязательно придет на такую молитву, и Он откроется вам. Если вы хотите, то просто я сейчас помолюсь молитвой покаяния, если вы готовы просто открыть свое сердце для Иисуса Христа, можете закрыть свои глаза, подумать о Боге так, как вы Его себе представляете, и вместе со мной повторить эту молитву покаяния. Дорогой Господь, я верю в Тебя, я верю, что Иисус Христос, Он умер за меня, Он взял на Себя все мои грехи и понес смерть на кресте для того, чтобы я через веру в Него имел вечную жизнь. Господь, я открываю свое сердце для Тебя прямо сейчас, и я прошу, пожалуйста, наполни меня своей любовью, наполни меня своей чистотой, наполни меня своим Духом Святым. Я каюсь перед Тобой, Господь, и прошу прощения за все, что я делал неправильно. Пожалуйста, благослови меня во имя Иисуса Христа. Аминь. Драгоценный, если вы помолились такой молитвой, то я верю, что ваши грехи сейчас прощены. Найдите обязательно Библию, начинайте ее читать, Новый Завет с Евангелия от Матфея, ищите церковь, которая находится рядом с вами, и просто начинайте свой путь с Иисусом Христом. Это самый классный и приключенческий путь. Пусть Бог вас благословит. Субтитры создавал DimaTorzok